Футболисты, они заканчиваются. У нас вот повод сжигнуть. У нас есть Прокоп. Рокет. И брать не вряд. Все команды сейчас плюс-минус в равных условиях. Понятно, что у нас возьмут. Так оно и есть. Что всегда у медиалиги будет всегда солнечно, если там будет Чертанова. Здравствуйте, друзья. Вы на YouTube-канале Чертанова Медиа. Меня зовут Роман Щерба. И у нас сегодня подкаст. Ритуал подкаста очень прост. Лайк, подписка от вас, естественно, нам очень-очень нужна. Впереди главное решение для Чертанова Медиа. Буквально меньше двух недель до него остается. Сегодня у нас президентский подкаст. Начну с самого младшенького. Артем Кузьмин. Он же райзен. Он же звезда ММА или UFC. Октагона. Да, случайно туда дошел. Один из президентов. Один из президентов Броукбойс. Команда, которая в этом сезоне наконец-то станет чемпионом. Я думаю. Если вы так решили, я только за. Да, в любом случае, как бы там ни сложилось, мы будем претендовать на самые высокие места, а там уже станет чемпионами. Нет, я загадывать не хочу. Я столько сценария в жизни видел. Что просто, пусть ребята играют там, как сложится. Как здоровье, Артем? Здоровье отлично. Я извиняюсь за свой гудосый голос. Вот так гудосый был до этого. А сейчас я операцию сделал. Поэтому, ребята, буду стараться как можно внять не говорить. Многие уже... Самое главное, что голова отошла. У нас весна началась. Да, главное, что голова. Не болело. Николай Ларин, он же Кайл Ларин. Я все хочу сделать мем. В Мальорке, знаете, такого футболиста? Да. Ларин курильщика и Ларин здорового человека. Вот. Президент чертанова медиа. И Николай Осипов, как ласково его называет Сева Терлецкий, глава медиафутбола. Человек, который создал то, чего все хотят. И это не женщина. Это медийная футбольная лига, куда очень много кто хочет попасть. Так. У нас, в общем-то, несколько тем, мужчины. И первая, одна из, наверное, самых главных. Я для себя ее, по крайней мере, так определил. Ну, начну с Николая Осипова все-таки. Какое отношение у комьюнити, у руководителей лиги к новичкам, как за эфиром верно подметил Райзен. Очень много становится команд. Есть ли вообще у лиги какое-то отношение уже на данный момент к тем командам, которые есть в этом огромном, громаднейшем списке, который был опубликован совсем недавно? Во-первых, всем здравствуйте. Возвращаясь к вопросу. История того, что каждый сезон, каждый нечетный сезон, то есть там перед третьим, сейчас перед пятым, у нас всегда обилие команд, желающих попасть в лигу, потому что пауза в межсезоне большая. И многие думают, что за этот короткий период времени, как мне кажется, для них длительный период времени, они успеют подготовиться, сделать классную, интересную команду. Поэтому мы всегда весной сталкиваемся с муками выбора того, кто в сезон попадает. В этом году многим, конечно, полегче, потому что у нас тот же Сахалинец перестал считывать, команда, которая была бы точно гарантирована место в лиге. Вот сейчас на данный момент у нас существует, ну, как минимум, три, а может быть даже и четыре места для участия в пятом сезоне. То есть на данный момент 16 команд лиги сформированы, осталось набрать четыре, ну, либо три, повторюсь, потому что козлы, пока непонятно в каком статусе есть. Фронтман, есть бренд, но наполнения отсутствует. Рома? Рома одна из команд новичков, потому что мы Рому не видели давно внутри лиги, и, естественно, относимся к ним как к команде новичок. То же самое можно сказать про Арс, команду, которая участвовала в стыках предыдущего сезона, они тоже с заявкой. Окей, вот, но все команды сейчас плюс-минус в равных условиях, потому что нет одного какого-то конкретно взятого лидера. То есть мы сейчас понимаем по просмотрам, и это один из критериев, которые мы обозначили для попадания в лигу, что, может быть, сейчас тот же там Rocket Team, например, эти просмотры достиг, но мы с этой командой не еще углублялись в качество просмотров. Да, многие знают, что существует такая история, когда у тебя там на, не знаю, 50 тысяч просмотров может оказаться там 5 лайков, например, или там комментарии. То есть вывлеченность людей? Скорее конверсия, скорее достоверность просмотра, который отображается под видео. Вот такая история. Поэтому время еще есть, еще порядка недели до определения команд, команд участников полного, ну, всего сезона, и из новичков в том числе. Я для себя отмечаю, ну, наверное, там 8-9 команд, которые имеют плюс-минус одинаковые шансы на попадание, исходя из медийного потенциала, исходя из того, насколько они в комьюнити обсуждаемы, ну и, безусловно, исходя из того, что они вообще контент продолжают делать или нет. А не было желания, например, у лиги, у медийной лиги сделать с этаким закрытым клубом, по примеру, НХЛ, НБА, чтобы вот эти отсечь сразу все команды-новички. Потому что мы понимаем прекрасно, что, ну, 20 медиа-команд, это уже, мне кажется, довольно-таки много. Ну, мне так кажется. Ну, дело в том, что это история... Здесь столько контента взять. Да, дело в том, что это история, с которой с самого начала существования лиги я иду бок о бок, и я сторонник того, чтобы лига была закрыта. Закрытая лига может позволять, а, быстрее развиваться команда внутри этой экосистемы, и, б, быстрее, естественно, становиться крупнее, богаче и интереснее для зрителя. Потому что мы, как и команды, тратим почти все заработанные деньги на то, чтобы делать как можно лучше себя и, соответственно, свой контент и вовлекать как можно большее количество аудитории. Поэтому, да, закрытая лига – это класс. Я скажу больше. Мы хотим не только футбол, мы и несколько других видов спорта в экосистему медиа-лиги интегрировать готовы для того, чтобы у команд был 12-месячный жизненный цикл. То есть пока погода хорошая, играем в футбол, пока погода не очень, играем в хоккей, пока погода переходящая, мы можем поиграть, не знаю, в падл-теннис или в пинг-понг. Я сейчас утрирую, суть такова. Поэтому мы к этому придем рано или поздно, но, скорее, наверное, уже точно не в этом году. По поводу того, что 20 команд – это много, я не соглашусь, потому что, во-первых, у нас появляются команды из других стран, и это прикольно, да, тот же самый Демеди, тому подтверждение. У нас есть кейсы из других городов, потому что не единой Москвой Россия славится. Вот, и ЧП как вариант. Есть заявки сейчас из Краснодара, есть заявки сейчас из Екатеринбурга. Кажется, что одна, что вторая команда, наверное, в этом сезоне точно не дезиспособна. Но в перспективе, если у людей действительно есть интерес не ежесекундный, а в долгую развивать медиаклуб, то к следующему году вполне возможно команда из Екатеринбурга может быть конкурентоспособна. Во-первых, логистика удобная, два часа на самолете не так далеко. Краснодар в этом смысле еще приоритетнее, потому что, во-первых, тема оттуда. Во-вторых, южный регион, там всегда комфортнее с погодой. Но пока нету авиасообщения, это тяжело. Говорят уже давно, да, говорят давно, чуть ли не с декабря месяца планируют открывать. Вот, будем смотреть, как говорится. Поэтому кажется, что 20-ка – это не так уж и много. Ну и в конце концов, как можно говорить о том, что 20-ка много, если 16 есть, а вы в 20-ку сами стараетесь попасть. Уже мы сидим на подкасте команды, которая уже, как говорится, сдалась. Мы волнуемся, как бы потом, чтобы нас, понятно, что нас возьмут, чтобы нас потом не выкинуть. С кем я эту историю обсуждал? Четкую мысль о том, что кажется, пора, как у команд есть кипяи от партнеров, которые они ежемесячно выполняют, кажется, что внутри лиги пора сделать что-то похожее на некий кипяи. Я сейчас не хочу прям буквально к этому слову, к этой аббревиатуре подводить. Но кажется, что если команда живет именем медиаклуб, то этот статус медиа нужно подтверждать, в первую очередь, для самих себя и для своих болельщиков. Поэтому если команды в какой-то период времени приставку медиа забывают, я ощущение, что, может быть, действительно, это не то, что ему нужно делать. Нужны критерии тогда? О чем речь? То есть сейчас мы попробовали зайти в контентный комитет, был такой опыт, он еще продолжится у нас 15 марта. Но есть ощущение, что мы, может быть, даже немножко видоизменим вообще сам подход к определению медиакоманды. И команды, которые на протяжении года контент делают, будут безоговорственными участниками сезонов на будущее. Те, кто об этом забывают, наверное, будут одними из тех, кого мы будем с перспективой замены рассматривать на текущий сезон Лиги. К контенту обязательно подойдем и к медиастатусу футболистов. Артем, тебя спрошу по поводу как раз-таки новичков, да, и комьюнити, как относятся к новым командам. Вообще ты кого-то знаешь, кроме чертанова медиа, из тех, кто есть в списке? Конечно, знаю. Я стараюсь следить за командами. Я говорю, некоторые видел, потому что тренируются уже довольно давно. Просто проблема вся в том, что они начинают снимать контент за две недели до старта МФЛ и потом удивляются, почему их не брали. То есть нет такой команды, которая бы год стабильно бы свою идею развивал. Хотя бы полгода. Ну, условно, если мы берем четвертый сезон, я думаю, Коля там тоже понимает, что ставка на тех новичков, которые были, она не сыграла, но они действительно не показали того, что от них ждали. Не все. Ну, не все. А кто он там был из тех, кто... Ну, Чистопитер нет? Чистопитер нет. Чистопитер это уже плотная команда, которая, понятно, с нами будет долго. И меня больше смущает даже не отсутствие контента, а отсутствие концепции. То есть команда должна заходить с каким-то пониманием, что она несет за собой. Сейчас команда заходит просто с вывеской, у нас есть баста, хотя, понятно, это огромный ресурс и вокруг этого можно выставить все что угодно. Если менеджеры сориентируются, все получится в 100%. Или, допустим, вот Рокки Тим. Тоже я не понимаю, что они за собой несут, какой вид контента они собираются снимать. И проблема главная в том, что команды это начинают делать только перед началом сезона. То есть мало создать какой-то прецедент относительно, там, из-за новой идеи. Нужно же еще реализовать и вообще посмотреть, насколько это уместно в рамках медиалиги. Новые команды пытаются просто за счет ресурса старых игроков сделать себе имя. Вот Рома, допустим, идет по такому пути. Вот они сейчас набрали там фиферов, прочих представителей нашего комьюнити, которые были раньше актуальны. Но, на мой взгляд, активное медиа здесь и сейчас это не даст. Хотя там есть тоже хорошие трассеры, которые могут помочь, но имя у Рома Роя внутри комьюнити имеется. Вопрос только в другом. Насколько у него структурно, все прочно. Потому что мало зайти в один сезон. Нужно же еще знать, что человек там в состоянии найти финансирование еще и на следующий сезон, поскольку... И самое сложное это в межсезонье. Да, и в межсезонье. То есть у нас считанные сколько команд, я думаю, максимум 5-6, которые могут платить зарплаты своему игрокам и штабу на протяжении года. Вопрос о том, о чем говорит Тёма, что многие команды пытаются набрать игроков уже с именем или с узнаваемостью в лиге, что, возможно, даст узнаваемость команде. По такому принципу, мне кажется, сейчас уже не работает этот алгоритм. Это важно, потому что как быть тем командам, у которых нет возможности платить большие деньги статусным футболистам, которые имеют медиа-статус, как развивать своих, может быть, у вас есть какое-то... Как вы создаете медиа-активность? Вы сегодня создаете матч между... ну, между четвертым, между четвертым, это, как понимаешь, первый матч, который будет в прямом эфете. И шестикратный финалист, да? Да. И шестикратный медиа-финалистов. И плюс к тому же, у вас работа ведется полномерная в плане вы вот собрали сейчас подкастовую, вы сможете это порезать на рилсы, загрузить это на ютуб, если у вас есть хороший штаб, он сможет это все дело обработать. Это уже можно из одного ролика сделать там порядка миллиона просмотров на ровном месте. И таких единиц контента, если вы поймете, как их обрабатывать и как их вообще проецировать в будущем, вы можете наделать там за весь условно пять. Пять единиц контента, каждый даст по миллиону. Я говорю, если прорился общий там охват. Ну вот смотрите, пять миллионов просмотров уже сгенерировать на ровном месте. Но пока мы к миллиону движемся только в инстаграме, запрещенном. Конечно, можно там подписать прокопа, условно, дать ему зарплату один миллион рублей. Как вот? В новостях буквально. Пройти к спонсорам и сказать, вот у нас есть прокоп, медиагигант, вот нас сейчас возьмут БМФЛ, и у нас вообще все будет хорошо, дайте нам бюджет три в месяц, миллион прокопу, а на два мы как и подвигаемся. И что из этого будет? Прогон куда-нибудь уйдет, условно, концепции никакой нет, структура не выстроена, и, допустим, для Коля это ущербная история. Безусловно, как относиться к этому? В командную, я понимаю, мало того, что мы в ней находимся, лига нам дает ресурс, который нас бустит. И если вдруг, вот условно, брокетом возьмут и развалятся, типа для лиги это будет огромная потеря, поскольку лига на протяжении пяти уже сезонов, сейчас будет пятый, вкладывала в нас. И так, ну, и команды, которые сейчас заходят на один сезон, их брать не в ряд, они должны существовать больше, чтобы лига стала закрытой. Но ты же, ты же понимаешь, что в принципе предугадать и прогнозировать, останется эта команда на следующий сезон или нет, ну, вот по примеру прошлого сезона можно, но сложно. Ну, смотрите, вот есть команда Баска. Мы понимаем, что человек, у него был до этого Скай Ростов во второй лиге, а Ростов тогда просто существовало нет. Там ресурс другой нужен. Наверное, ему будет гораздо проще находиться в медиа, в медиа лиге, при условии, что и денег меньше надо, и как раз это проще коленируется с его основной деятельностью. А может быть, просто надо финансово-хозяйственную часть нормально вести, условно говоря, Юрьич говорил же о том, что в ФНЛ люди играли с зарплатами опять же, далекими, да, далекими, вот огромные. Это, знаете, какой-то уазь был. А у нас нет, а у нас здесь просто атмосфера всякая такая. Здесь никто денег не хочет. Точнее, может быть, кто-то хочет, но понимает, что их нету, и как бы все спокойно. Не хотели бы установить, может быть, в лиге, потому что, опять же, вот эти зарплаты Прокопа или там кого-то еще, ну, честно говоря, они делают вот такой вот разрыв между клубами, которые могут это Ну, дело в том, что позволить себе Прокопа могут, во-первых, немногие, но и немногим Миша нужен объективно. Дело в том, что Миша действительно большая медийная единица, и тут с Темой я полностью согласен. Но вопрос в том, насколько он вписывается в концепцию, в философию вообще команды и в каком статусе он в команду приходит. Как классный футболист, действительно, да, закрывающий позиции медиа, тоже, да, там, генератор контента, ну, наверное, в какой-то степени, да, потому что многие вещи с Прокопом это клебейтная история, там, что бы ты с ней не снимал. Но концептуально философию, там, Родины медиа, например, да, к примеру, если он там не окажется, Миша, он просто будет одним из классных механизмов вот в огромном, этом, двигателе Родины медиа. Потому что оттуда уходя, Текилас Тарасов сильно не потеряют. Они сильно приобретут, наверное, своего приходу, но не наоборот. А я думаю, что все-таки рано или поздно нам надо приходить к тому, чтобы не о потолке зарплаты разговаривать, а о том, что если команда продолжит, на протяжении года снимает контент, то люди, которые в контенте этой команды, как игроки, принимают участие, они и становятся медийными футболистами. Потому что если Брокер, или там Десятка, или тот же Амкал будут снимать регулярно достаточно большое количество материала, то зритель, который этот контент будет потреблять, он будет того же самого, там, Макея, Имая, не знаю, там, Грека смотреть и узнать уже. И для этого ни Макею, ни Греку, ни Имая особо не надо будет напрягаться для того, чтобы вести свои соцсети, если у них это не получается. То есть кто органично может себе это позволить, кому это нравится, кому это интересно, и кто хочет личного роста, те это будут делать. И это не отнять, у нас таких ребят много. Но те, кто не будут это делать, они будут все равно сниматься в контенте своих клубов, и набирая определенные цифры просмотров по месяцу или по году, мы будем говорить о том, что да, действительно, если этого футболиста посмотрело там 2 миллиона человек в месяц, ну, наверное, эти 2 миллиона людей его знают. И здесь в таком случае люди, которые играют в броках условно на 60-70-100 тысяч рублей зарплаты, принимают участие в контенте же броков, который им монетизирует их же продакшн через их партнера, они приобретают статус медиа без вот таких вот космических зарплат. Но как только такой футболист уходит из команды условно броков, в команду, которая с контентом не совсем дружит, то ему для того, чтобы сохранить зарплату, которую он имел, или получить больше, нужно уже будет из кожи вон лезть, чтобы этой же команде помогать делать контент на своей узнаваемости. Я вижу теперь, возможно, да, я вижу сейчас, путь в то, чтобы клубы становились медийными гигантами, а люди внутри клубов становились звездочками внутри этих гигантов. Пока сейчас тенденция, к сожалению, обратная, но, как мне кажется, она не работает. То есть сейчас многие клубы, подписавшие, при всем уважении, Майка Крапивникова, Свету Думич, того же самого, я не знаю, Денчиков Ломастера, еще кого-то. Это ребята, которые действительно узнаваемые, но за ними сейчас аудитория большая не идет в клуб. Я уверен, что за Майком Крапивниковым аудитория в Рокет не придет. Они будут, может быть, смотреть за ним в его личных соцсетях, но за соцсетями Рокетов, скорее всего, следить не будут. И то же самое с Ромароем. Он сам классный, популярный, может быть, даже многими любимый, но команда, которую сейчас он собрал, это действительно небольшие рудименты, за которыми молодая аудитория тех же Броков, того же Тудроц или того же Нового Амкала не будет следить. Оплатить по 500-600 тысяч людям, которые просто говорят, я со статусом, дайте мне 600, ну, камон, слушай, ты эти 600 в жизни не отработаешь, и жалко просто бюджет и команды, это все действительно может, ну, рано или поздно закончиться, чтобы это заканчивалось, не хочется. По поводу изменений, опять же, то, что ты сказал, Амкал, Тудроц меняются, в какую сторону они меняются? Потому что есть, об этом нельзя, ну, как бы, это нельзя не заметить, что большие команды, медийные команды, они происходят, наверное, происходит у них какая-то некая трансформация. Есть такое или нет? Или это мне со стороны, кажется, тем? Ну, все, все должно меняться, чтобы это работало, потому что подстраиваться под конъюнтуру необходимо. Аудитория меняются, их взгляды меняются, новые тренды появляются. У дротов, понятное дело, раньше не было столько проблем на футбольном поле, как сейчас, потому что они изначально нашли с хорошим костяком, который какие-то там первые там два-три сезона мог успешно доминировать. Здесь и сейчас мы подтянулись все, структуры стали мощнее, футболисты у нас тоже, я думаю, среднего уровня приблизились к составу у дротов. По-моему, взгляд, у нас команда вообще сильнее, если брать позиции, с собой позиции. И сейчас, конечно, у дротов история в том, что их медийная часть остается, существует, тем более, вот еще, недавняя история с банами, канал тоже сыграла на какие-то цифры, я не знаю, повлияло на их контракт это или нет, но, сколько я знаю, они переподпенсательствуют партнеров на год. И здесь и сейчас они столкнулись с тем, что очень сложно находить качественных футболистов на усиление, даже в такую команду, как Тудроц, в которую все хотят попасть и наверняка никого не скажут, смогут они выиграть в этом сезоне или нет. Скорее нет, чем да. На мой взгляд, вот такие расклады. А где брать футболистов, Юрьич? Может быть, выиграли? О, Юрьич, это, наверное, человек, который уж всех знает. Для других команд или для чертанов? Нет, ну, для общего, для общего, для российского футбола, ну, в частности, Чертанова. Мы вернемся еще, можно пока не обозначать или сразу скажем. То есть, Чертанова, это понятно, что футболистов будет брать только из тех, из своих воспитанников, которые когда-то в школе обучались, кроме одного, которого мы не можем взять, потому что он президент лиги. Вот. А все остальные, как бы, дорога открыта, все это уже знают. У нас миллионы уже там людей приходят, смотрятся, пишут уже даже, это, к сожалению, наверное, пишут уже даже дети, которые сейчас обучаются в академии, а может нам это, может нам в Чертанову медию перейти, 2006 год уже написали, ребят. Говорят, может нам не надо, может уйдем из футбола и в медиа. Я говорю, давайте пока стоп. Что касается остальных команд, да где брать футболистов? На самом деле, очень многие ребята, которые заканчивают школы, но никуда не попадают. То есть, все равно они будут. Другое дело, насколько они медийные, насколько я понимаю эту историю, что должен быть клуб медийный, да, а не футболист. Но это все со временем происходит. Я вот здесь пока не понимаю, насколько молодой выпускник какой-то школы, который может хорошо играть в футбол, насколько он нужен какой-то команде, мне здесь не очень понятно. То есть, своя история Черктановская, мне абсолютно понятно. Собственно, что писали после комитета, или нужны более четкие, понятные критерии к медиа статусу футболиста? У нас мальчик, который был суперфутболистом 97-го года, сборной играл, там все, сейчас весит 100 килограмм, работает поваром. Офигеть. А он, да, его должен был с Испанировым контакт подписывать, там целая история была. Потом, как бы, вот так жизнь сложилась, да, и вот он сейчас пришел в Черктановое медиа, значит, и вот у нас сейчас эта история, сможет он за два месяца похудеть, там, хотя бы до 80, не знаю. Вот, но он начал свой телеграм-канал свой завел, я посмотрел, из тех, кто у нас есть, у него сейчас, там, вчера он какое-то видео, там, выложил, у него, там, куча комментариев, там, все это, как-то зашло. Не знаю, как это работает, это вам виднее. Ну, короче, вот, и вот это вот, у него это зашло, и все сейчас наблюдают за тем, похудеет он, не похудеет там. Потому что мы запустили механизм, в котором он может раскрыться, тут история в том, а тут все зависит от клубов, вообще от людей еще уже не зависит, все мы уже всех посмотрели, реально, это правда. Ну, то есть, наша задача найти, рассмотреть, показать под нужным углом, потому что нет интересных людей, все по-своему интересны, вопрос, как ты это реализуешь. Конечно, можно находить там Серегу Давыдова, который просто в свет может тебе контент сделать на включенную камеру, это один момент. А другой, будет найти какого-то бедолагу, который с виду кажется обычным доходягой, но он офигеть, на самом деле, внутри себя, может, какую-то боль несет, которую он может людям потом транслировать и показать то, что у него есть какая-то глобальная цель футболиста, или как вот здесь история физического преображения. Я вот сейчас смотрю, просто, знаете, у меня период был, немножко это, голова за тманина была, с этим боем и прочим, а вот сейчас я на картин проще взглянул и понял, что на самом деле, вот, креативить здесь, помимо футбольной части, которая мне очень нравится, можно очень здорово, потому что еще и внутри есть большое количество, в принципе, медиаперсонажей, то есть, вы представьте, вот у вас команда, люди с поводом доступе на конференцию будут приходить, никто им, я, допустим, никогда не откажу никому-то в записи интервью, какого-то взаимодействия, приходи, разговаривай с этими бастами, уткинами, то есть, медиалига же, она берет и собирает, еще, добавляю ко всему, огромный, огромный медийный ресурс, которым ты можешь бесплатно пользоваться, тебе не обязательно находиться только на своем матче, ты можешь прийти на матч какого-то лидера, типа Туд Роуз, сделать какой-то экшн, люди вообще этим не пользуются, они тупо голову вот так вот смотрят, сейчас мы возьмем, ну, условно, автобус, тренинг на матч, мастер-класс, друзья, внимательно, механизмов, куча, куча, вообще, каких угодно механизмов, как можно сделать и перформанс интересный, который может подогреть твой будущий матч, так и игрока раскрыть, мы просто сейчас этому учимся, и самое главное, что Лига предоставляет возможность в виде трансляций, сейчас дополнительное шоу появилось, то есть, вот эти все, слушай, мы для других команд должны какую-то платную историю сделать, чтобы они это слушали, я вот понимаю, что, если бы мне сейчас пришла команда бы и сказала, запакуй в Медиалигу, я бы сказал, 5 миллионов рублей, просто 5 миллионов рублей, потому что вы не понимаете вообще, что нужно, а все зато приходят, я знаю, как они общаются со спонсорами, они все приходят, показывают им нереальные кипяи, привязанные к Лиге в том числе, потому что они там показывают финал, условно говоря, какой-нибудь с ВК там против Титана и нарезки, и говорят, вот видите, у нас команда, которая способна зайти на финал, значит, хотя они не понимают, что они могут таким новым говном быть, что если две новых команды сойдутся в финале, их никто не посмотрит, и Коня этого не должен допустить, он не может пустить команду, которая ему заруенит сезон, но это типа факт. Да и сейчас тенденция тоже вот Лиги сколько там, без малого два года, в апреле, по-моему, два года будем праздновать, с момента первого матча, ну или там первой активности, да, и прикол в том, что сейчас, я не знаю, чем подтвердить или нет, но из того, что я слышу на рынке, по крайней мере, партнеры, начинают обращать внимание на контент, который выходит на каналах команд участников, то есть контент Лиги в целом, он уже всем понятен, да, и сейчас партнеры говорят, ребят, ну понятно, вот есть Лига, мы знаем, их там смотрят, но их аудитория уже там условно адаптирована под там то, что есть. Мы готовы, да, мы готовы, и мы боремся за то, чтобы приходили новые там болельщики, вот вы нам новых болельщиков, в каком количестве можете привести, вы контент, в котором мы будем как партнеры интегрированы, какой прогарантироваете, и это уже совсем другой кейс, и здесь уже надо задумываться о том, что ты должен из себя что-то представлять, и это гораздо более ценная история, может быть, и это как раз таки для меня, мне кажется, может быть, символом для того, чтобы команды снова задумались о том, что все-таки сначала это медиаклуб, а потом уже медиафутболисты, потому что когда ты конвейер по производству футболистов, у тебя голова не болит, где их брать, да, Чертанова, как пример, в российском футболе, Краснодар, я думаю, что тоже здесь можно привести пример, там тот же Аякс или Академия Барселона, они же воспитывают игроков в огромном количестве, из года в год выходят какие-то молодые, новые, которые где-то начинают играть, я правда не знаю, откуда там Беллингема и Родриго, но видимо там каждый из своих команд, но глобально каждый год в суперкоманде появляются суперновички, о которых мы начинаем говорить в разрезе, что это будущий Месси, Роналду, Белли, Марадон, вот когда в медиафутболе команды осознают, или руководители команды осознают, что этот путь единственный правильный, не брать точеч на себе, нет, кто-то может себе это позволить, как пассажир, как Родина. Например, этот свой путь, он имеет место быть, но таких клубов не может быть много, потому что эти точечные футболисты, они заканчиваются, они не успевают так быстро появляться, поэтому, если ты клуб, если ты машина по генерации контента, то и футболистов, узнаваемых, будешь выдавать пачками, при том, что они еще играть в футбол будут хорошо. Представляешь, что у тебя команда напичканная Бирюками и Слонами, например, я сейчас беру ребят из лиги, и Бирюков, и Ослановский, но это же крутые футболисты, кто-то постарше, кто-то помоложе, но они при этом еще и стараются в каком-то формате, плюс они еще и смазливые на внешность. Ну, круто, но они приходили что один, что второй, неизвестными. Словом, пришел в Тудроц, вообще не Бенни Мэнни Кукареку. Кир Бирюков, да, он выиграл телевизионное шоу, но он, по сути, раскрылся уже игроком там Родины, медиа, в Бейсменте или в Тудроц, когда он в какой-то период времени за них-то поиграл. Поэтому, тут таких пацанов-то, вот пруд пруди, бери, ставь их на лыжи, даваем возможность быть показанным аудитории, а на футболе они уже себя влюбят. И получается, что и футбик классный, и на камеру не теряешься. У нас пару есть из дома два. Пару ребят. Рома говорит, и Бухар. Ну, Рома, Рома, мне кажется, насколько я знаю, Бухар, что-то там. Ну, Рома говорит, что-то с травмой, насколько я знаю, у него там что-то с коленом уже давно, он как-то все, да, он все это как-то запустил, при царе горохе, да, и ничего не делает. Ну, мы его так, на бровке можем. Вообще, на самом деле, правильно находить хорошего футболиста. И делать из него, делать из него, мереги. Как Броки, как Броки из Вани Зирикова, например. Например, не, Броки вообще. По поводу Броков есть один нюанс. Там два человека, которые генерят из любого пшика или пука контента. Вот два человека, которые генерят любой контент. Или я ошибаюсь? Ну, так есть, но мы его создаем. То есть, понимаете, постоянно нужно себя как-то поддерживать в Ульфополе. После того, как я тебя увидел после этого боя, я вот лично подумал, может это закончить пока с этой всей историей. Мне страшно было. Может, Броки закончится? Алло, Егоров. Не, но на самом деле, вот я тут подметил, у нас вот тот пацан, про который я рассказал, который повар жирный, он же под концепцию Броков, когда вы начинали, подходил бы точно. Или там у нас один мальчишка, который лежал вот в этом месте. То есть, тоже у нас тут. Мы потом об этом расскажем тоже. Прикольно. То есть, у нас он сейчас звезда. Я его тогда в свое время, кстати, в Броки предлагал, но вы не заходили. Здесь нет фотографий. Да, но он уже приехал из Волгарада, он уже живет в Москве, он уже будет играть. Десять минут до, наверное, окончания нашего сегодняшнего эфира, непрямого, к счастью. Вот. Поэтому вопросы уже такие заключительные. Пойдут много, что наговорили. Отличный мастер-класс от Райзена, отличный, как всегда, Николай Осипов рассказал, что и куда надо двигаться тоже. Поделился мыслями, я бы сказал. Тема, ты знаешь точно, куда надо, а я вот здесь, на самом деле, первый раз. Вы тоже знаете, куда надо. Тема, я вот сегодня действительно здесь первый раз поделился, наверное, тем, что еще нигде никогда не говорил. Возможно, это будущий вектор развития лиги, ибо как будто бы к этому пришло ближайшие несколько дней сознания. То есть, я просидел в контентном комитете длительный период времени, мы там сидели, считай, порядка 8-9 часов безвылазно, и все время гонял мысли в голове, что должно произойти, чтобы мы не устраивали вот эти вот судилища, которые действительно для многих-то, ну, они не нужны, многие люди не пришли. Я вот смотрел на половину ребят, кто пришел, и на те фамилии, которые даже не появились, взяли, а им это не нужно. Это нужно клубам. И тогда возникает логичный вопрос. Если это не надо футболисту, зачем тогда мы натужно, искусственно ему что-то там делаем, потом что-то забираем, они же все, это же как, знаешь, деньги, это даешь долг свои, ну, точнее, как обычно, должник, он же берет чужие, а отдавать приходится свои. Вот здесь, когда люди получали статусы авансами, они относились к этому как, ну, типа, спасибо, да, и то не каждый это говорил, а когда тебе говорят, ну, вот ты попользовался, ну, как будто бы не мячится, он говорит, ну, я не отдам, я, я уже вот с этим как бы сросся. Вот здесь история такая же, что если это не всем футболистам надо, а кому надо, они и сами это будут делать для самих себя, и таких примеров много, то тогда, если это нужно клубам, так пусть клубы и получают подобного рода преференции. Вот и медийный клуб. Отменяем медиа статус у футболиста? Нет, не отменяем, мы просто по-другому, может быть, критерии их получения пересмотрим, но только так, чтобы это было через клуб. Вот нужно Артему с Димой, чтобы Мазур у них был там игроком со статусом медиа. Значит, в каждом своем в ролике на 40, 50, 100, 200 тысяч, они будут брать Мазура и Мазур будет там без разницы, что делать. Выполнять роль предмета интерьера будет стоять с лампочкой, как торшер. Будет пытаться что-то заговорить, а представляешь, через полгода он заговорит. Ну, к примеру. Я вот к чему, да? Захочет Азамат, чтобы у него новый Вульф появился. Ведь вспомните, как десятка Вульфа прогревала. Он его таскал с собой везде, к Ефремову, к Камеди Клаб, туда, сюда, здесь, там, там. Что в итоге? Вульф медийный, Азамат Тахирович, салам алейкум. И что делать дальше? Я сейчас не в пользу того, что там Вульф плохой парень, нет, это жизнь. И вот для того, чтобы у команд была возможность себя страховать от подобного рода телодвижений, кажется, что им и нужно дать возможность для того, чтобы футболистов именно нужных им этим статусом наделять, но через контент, в котором футболисты будут находиться. Вот прям пример. Тарасов, когда приезжал, обещал подарить школе тренажер. Не подарил. Короче, мы взяли этого Сашу Шкуратова, значит, и сделали из него тренажер, дети пришли, сели, сняли ролик с этим тренажером, написал просто условно, я написал комментарий, не мешки ворочь, у комментарий собрал что-то там 800 лайков, а это видео уже там больше 300 тысяч просмотров. Как это получилось, я лично не знаю, это вот Роме виднее. Ну, просто взяли этого Шкурата, подположили его как тренажер, дети на него сели, поставили обещание Тарасова, что он школе тренажер подарит, и все, да, да. Вот, наконец-то, мы увидели этот тренажер, который обещал подарить школе. Диман Некрасиво получается. А у Чертанова есть команды, с которыми, ну вот, есть какой-то принципиальный там дерби. Ну, если не дерби, то может быть будущее дерби. Просто мы сейчас так родину пощипываем, да? Пощипывать родину это такое слово сочетание. Родина медиа, родина медиа, вот сейчас уже можно. Команда такая есть, то есть, если так жизнь сложится, что нас пустят в медиалигу, то у нас есть одна команда, с которой мы будем соперничать, я думаю, не только на футбольном поле, но и в медиапространстве. Я думаю, мы заведем, заведем их на откровенный разговор. Возможно, мы в нем уступим, потому что там очень сильная, значит, оппозиция, сильный представитель этой медиакоманды, но это будет, я думаю, настолько интересно, что ты готов от этого только выиграть. Команду пока называть не буду. Мне кажется, первый угадавший в комментариях может какой-нибудь там, не знаю, приз какой. Ну вот, можно прекрасно вымпел с автографами всех здесь присутствующих, если это имеет какую-то ценность, я не знаю. Ну, как бы для канала нашего, чертанового медиа, точно ценность имеет, поэтому автограф Райзена, Николая Осипова, Николая Юрьевича Ларина вот здесь, на этом вымпеле, ваш первый угадавший команду. Которая для нас будет принципиальным соперником. Максимально принципиальным. Максимально принципиальным соперником в медиа-лиге. Там еще история такая, что я думаю, что если все сложится удачно, мы еще телеграм-канал отдельный заведем. Специально для бомбежек команды. А подсказка есть какая-то? Сильная оппозиция, сильный спикер. Давайте, давайте на первом этапе просто вот это закинем, а дальше как бы посмотрим, чем дело пойдет. Чертаново-медиа. Здесь все понятно, на ближайшие там пять лет расписано все. Что у Чертаново-медиа в ближайшие полгода и вообще, что это за команда в ближайшие перспективы? вот у нас, насколько я понимаю, сейчас на несколько мест очень много президентов, кандидатов. Сколько их? Ну, я еще раз говорю, на 3-4 места 8-9 команд. 2 к 1. Шансы примерно 50 на 50. Ну, да. Я вчера спросил, а какие вообще команды претендуют на, значит, попадание в лигу? Мне стали называть какие-то названия и говорят, у этих вот столько денег, у этих столько денег. Если честно, кроме Баста, я никого не знаю. Вот. Ну, неважно. У этих столько денег, у этих столько денег. Вот я уверен, что в тех командах, которые претендуют на участие в медиалиге, ребята, которые там орают, они знают, что такое Чертаново. Ну, нас знает вся сторона. 100%. А вот у нас в России кто такие, вот я забыл все эти названия. Вообще мы не понимаем. То есть, и вот это главное отличие. То есть, нас все знают, а у них, ну, наверное, есть деньги. Но ничего, у нас тоже, когда-то можно... Бренд у вас формированы по факту, так-то, если смотреть, резоданс серьезный, полсборной уже, Чертановский. Ну, вот сейчас вызвали 6 человек. Националку. Тем, рано или поздно вы же увидите и понюхайте профессиональный турнир. Допустим, Кубок России. А там, в зависимости от результатов ваших, может быть, с кем-то из воспитанников Чертанова вы и сыграете. Ну, все, друзья, спасибо большое. Тем, тебе спасибо. Благодарю. Спасибо, что пришел. Николай, как всегда, рады видеть. Наконец-то до нас добрались. Как вам, кстати, вид? Слушай, я же оказался в родном Чертаново. И давненько я тут не был, честно скажу. У меня мама длительно перед временем живет за городом и я в Чертаново крайне редко приезжаю, причем обычно это бывает там по Варшавке, знаешь, вот такой неродная улица Чертановская, по которой долгий период времени ездил. Да люблю я свой район, если честно очень. И такая приятная ностальгия. Причем, ты знаешь, я же на этой арене ни разу не был с момента ее строительства, но я как-то раньше уехал и съехал с района. Вот. И ехал, думаю, блин, а где же на Сумском находится стадион? Думаю, я же на Горюхе играл в другом месте, я же в Манеже играл в другом месте. Как-то все это... Потом такой, блин, понимаю, куда ведет навигатор, такой так, церковь, ага, есть ориентир, туда-туда-туда, по-моему, пустырь. Приезжаю, и не пустырь, а, блин, очень классный стадик. Вообще классно. Вот такая еще, знаешь, сегодня настоящая погода, весенняя, то есть ты едешь в ностальгию и погода просто способствует. Солнышко, тепло, да, ты прям вот, знаешь, когда ты в дождь и в слякоть, ну, все все равно унылое, а тут наоборот, такой прям, классный начало рабочей недели. Ну, это как бы, это намек. Кстати, что всегда у медиалиги будет всегда солнечно, если там будет чехнадо. Видите, получается, блатный путь, он зашли. Нет, на самом деле, самая худшая ситуация, что Коля имеет отношение к чертановым. Это для, вот мы же, это поанализировали, на самом деле, это самый плакательный путь. Если нас пустят, все будут, если нас пустят, все будут стрелы в него кидать, что это по блату. Нет, во-первых, только стрел пущено, а во-вторых, сейчас же, ну, у каждого же всегда найдется повод кого-то в чем-то всегда обвинить, да, вот у меня жена дружит, там, с женой Димой Егоровой, например, я дружу там с райзеном, мой друг дружит с текилой, там, мои другие друзья дружат, там, не знаю, с Бастой, например, я сейчас так просто вот образ накидываю, и все равно все это именно потому, что вот так оно есть, и я в этом виноват, поэтому все это ерунда, мы все прекрасно понимаем, что я здесь, как никто, прямой интересант того, чтобы чем лучше команды были в лиге, тем успешнее будет проект, поэтому здесь дураков нет, и блатные связи тут не работают, это вообще абсолютная глупость, иначе, ну, все это, наверное, бы не получилось бы изначально, если бы было неорганично. Добавлю еще в самой концовке уже, здесь в ближайшем будущем появится еще один манеж, чертановский, и там будет корт для падал-тенниса, ну, это к слову о том, ну, да, ну, то есть там будет полисис, но падал-корд там тоже, падал-теннис будет, ну, то есть ресурсы подключаем. Не, мы просто, да, ребята знают немножко, мы так успели познакомиться при первой встрече о том, что лига к хоккею, как к виду спорта, который в экосистему зашел, будет добавлять еще третий вид спорта, это будет смесь падала и тенниса классического, вот это будут опены, это будут прикольные такие выкендные ивенты на протяжении всего года, причем не только в Москве, не только в России, поэтому вот так вот про через удочку падал-тенниса закидывают. И, кстати, ребят, если сходите в лигу зайти, вам нужно сказать, что вы команда американского футбола и бегаете в как-то джеках. Слушай, у меня дома есть шлем. Тем, 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 со шлема начнем. В как-то джеках настоящих. Настоящих. То, что в ненастоящих парень бегал один тут у нас по Абу-Даби. Очень хорошее завершение эфира. Подписки, вот здесь будут подписи этих уважаемых людей, команда, которая будет принципиальным соперником для чертанового медиа в любом сезоне МФЛ, какой бы он ни был по счету, или вообще в медиапространстве. В индустрии медиафутбола. Да, в индустрии медиафутбола. Отлично. Все, всем пока, удачи, подписывайтесь, ставьте лайки.